Дорога к собственному дому для жителей улицы Сибирских партизан стала настоящей проблемой. Из-за снежных завалов, прокатанной колеи и гололеда двор превратился в полосу испытаний. Вот уж действительно не проехать и не пройти. Двор этого дома подъездной. Здесь расположены три магазина и паркуются машины. Но теперь дорога покрыта 30-сантиметровым слоем обледеневшего снега, в котором вязнуты ноги и колеса. Здесь трудом проезжает даже тяжелая техника. Местные жители рассказывают, за всю зиму снег во дворе убирали только один раз. И то просто вывезли с дороги на детскую площадку. После вчерашнего снегопада дворники здесь так и не появились. Людям приходится ходить на свой страх и риск. А ведь тут живут и те, чьи возможности передвижения ограничены. У меня здесь сестра живет на коляске. И мне здесь пройти постоянно. А мне уже 74 года, и я хожу вот как это. И постоянно здесь двор такой. А там вообще вот так, ямами везде. Почему люди должны страдать и падать? И даже собаки не могут выйти на улицу погулять. Стараюсь какой-то. Люди на работу уходили и утопали в снегу. Но это же безобразие. Сосульки и снег, скопившийся на крышах, также вызывают опасения у местных жителей. В том, что тревога оправдана, довелось убедиться и нам. За время съемки этого сюжета с Кробли несколько раз слетел мокрый снег. Снега много, посмотрите, сейчас снег растает, здесь по колено будет воды. Вот валится он с крыши, он стучит. Здесь сейчас все во льду. У нас самый угол, самый дом, как будто всеми забытый. И действительно забытый. По словам директора сетевой компании, которая занимается уборкой района, проблема не решена только потому, что о ней никто не знал. Обращений в сетевую компанию по этому вопросу лично ко мне не было. Они сказали, что обращались. Ну, значит, я буду встречаться отдельно и беседовать на эту тему. Поселок убирается от планового порядка сегодня до конца дня. Этот дом в том числе будет убран. Но снежные завалы – это только полбеды. Прошедший снегопад привел к увеличению числа обращений в городские травмпункты. По словам травматологов 3-й Кировской больницы, большинство пострадавших поступают с ушибами и растяжениями. Естественно, утром больше пациентов, которые от скольжения идут на работу, страдают. Уровни повреждения наиболее типичные, как всегда. Повреждения лучше запястного сустава, голеностопного сустава. Всего за эти выходные в травмпункт обратились около 80 иркутян. Больше, чем в половине случаев причиной травм стал гололед. Но тем не менее нашлись и те, для кого снегопад стал источником положительных эмоций. В эти выходные, да и после них, жители города лепили вот таких вот снеговиков и выкладывали их в различные социальные сети. Ведь вполне возможно, что этот снегопад стал последним в этом сезоне. Мария Князева, Александр Мокин. Новости сейчас.